Матчи чемпионата района по мини-футболу состоялись в минувшее воскресенье. В рамках 11-го тура было проведено 7 поединков. Большинство завершились закономерным итогом, но были и сюрпризы. В частности, Черновский импульс сумел отобрать очки у энергии. Команда Кирилла Григорьева сыграла здесь с учим чемпионом в ничью 2-2. Дюзш 0-5 встречалась с юностью. Это было противостояние аутсайдеров, но если молодежь уже очки в нынешнем сезоне набирала, то вот юность пока находилась в турнирной таблице с нулем. С нулем она так и осталась после отчетного противостояния. Игроки в зеленой форме сумели отправить в ворота юности 6 мячей, в то время как игроки в белых майках ответили лишь одним точным ударом. Колос встречался с Динамо, футболистом из кармала Делякова. Победа была крайне необходимая, они сделали все, чтобы ее добыть. Вот только на пути к трем очкам встал голкипер Динамо Александр Хаджиев, демонстрировавший в этот день запредельный уровень игры. Вратарь выручал партнеров бесчисленное количество раз, долгое время бордовые проигрывали 0-1 и только под занавес первого тайма сумели забить два мяча. После перерыва Колос все-таки реализовал свой атакующий потенциал, но даже здесь можно говорить о том, что вратарь Динамо не позволил забить много кармальским футболистам. Итог 8-2 в пользу Колоса, который ведет отчаянную борьбу за место в семерке. Ветеран встречался с двигатель-сервис, команде Алексея Александрова также предстоит борьба за семерку, но в этот день ветераны ничего не смогли поделать с мощным нападением двигателя. Финальный свихсток зафиксировал победу подопечных Вячеслава Устина 14-4. Семью точными ударами в команде победителя отметился Дмитрий Трофимов у проигравших дубль на счету Сергея Атькова. Инвест, который фактически потерял шансы на продолжение борьбы за медали, встречался с газовиком. Несмотря на то, что газовики уже застолбили за собой место в семерке, они решили не сбавлять обороты. Павел Купряев забил 4 гола, остальные футболисты команды также отметились результативными действиями. Инвест ответил на это тремя точными ударами. Антон Немов продлил голевую серию до 11 матчей, но его команда уступила крупно 3-13. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Продолжение следует...